Всем привет! Меня зовут Алина Кузьмович. Сегодня я вам расскажу прогноз на февраль. Прогноз для львов на февраль 2024 год. И сразу посмотрим ослабленные дни для львов. Кстати, у нас же писали, да, что есть львы сейчас луны, поэтому будет полезно послушать ослабленные дни для лунных львов. Если не знаете свой лунный знак, напоминаю, дата, время, город рождения в комментариях, я вам скажу. В феврале 12, 13, 21, 22 и 23 число для вас ослабленные дни по лунным транзитам. В эти дни луна будет находиться в некомфортных у вас домах, поэтому надо опять же замедлиться, не суетиться, не ссориться, не выяснять отношения, ничего не подписывать, к врачу в эти дни не ходить и так далее, не допускать никаких рисков. До середины февраля большое внимание важно уделять здоровью, профилактике, работать, быть ответственными в работе, продуктивными, любая детально скрупулезная работа, за пищеварением следить, в целом за здоровьем, заниматься укреплением, профилактикой, туда направлять свой взгляд, чтобы жизнь не заставила это сделать. А с середины февраля солнце будет подсвечивать сферу партнерских отношений. У вас и так там Сатурн, Сатурн там уже давно наводит порядок, и что-то там меняет, и когда туда зайдет солнце, еще больше будет влияние на сферу личной жизни, партнерских отношений. Раху влияет на восьмой, тоже рисков нельзя, интерес к тайным мистическим, эзотерическим вещам могут усиливаться, но тут важно, чтобы это проявлялось в благости. Опять же, даже такие вещи могут проявляться либо в страсти, в благости, либо в невежестве, поэтому разные там заговоры, какие-то такие гадания, это невежество, важно этого избегать. Оно как назло на это тянет, и человека потом затягивает, и он к одной гадалке пошел, к другой, и тут, и тут, потом еще куда-то потянул. То есть лучше не связываться с такими плохими силами в этот период, направить эту энергию. Тоже замочи половые системы, если идти обязательно. Юпитер дает защиту. В хорошем доме сейчас, несмотря ни на что, дает поддержку, защиту. Но не забывайте, что хорошо делать себе индивидуальный личный гороскоп на год, чтобы увидеть конкретно по вашей натальной карте, не только по транзитам, по периодам, какой у вас идет период, какой подпериод, и обязательно вспомнить о своих важных кармических задачах, и что вам надо гармонизовать. То есть это ни в коем случае не помешает. Марс совсем скоро, я об этом, скорее всего, напишу отдельный пост, с 5 февраля будет в Козероге. В целом, еще на всех людей, когда Марс зайдет в знак Козерога с 5 февраля, то он будет там очень сильный. Марс в Козероге очень сильный. Марс — это и так энергия, да, это и так какие-то активные действия, кстати, военные действия и так далее. И вот пока Марс будет в Козероге, это все может очень сильно усиливаться. Марс — это огненная такая природа, взрывная, да, поэтому он до 15 марта будет там. Физические упражнения, они будут гармонизовать, смягчать какие-то негативные влияния. Старайтесь не допускать раздражительности, вспыльчивости, старайтесь избегать конфликтов, ни с кем не ссориться. И с 12 числа она перейдет в знак Козерога. Но Венера не очень сильно любит этот знак, потому что это знак Сатурна, и там она становится такой серьезной, ее заставляют работать. А она ж любит наслаждаться, она любит отдых, романтику, красоту, поэтому знак Козерога для нее такой, вот, не очень она его любит. Очень хорошая новость в том, что ретроградных планет в феврале нет. Смотрите, я прямо стихами разговариваю. Это уже смягчает некоторые моменты. Ну вот сильный Марс меня немного смущает. А также у нас будет подгорать Меркурий, а это будет влиять, он сжигаться будет с 20 февраля по 7 марта. Это всегда влияет на общение между людьми. Это какие-то иногда недопонимания. Все, что связано с коммуникациями, да, информация, коммуникации, там, связи разные. Это все страдает, когда Меркурий подгорает. Он подходит очень сильно близко к Солнцу. Сатурн, между прочим, тоже будет сжигаться. Оно уже с конца месяца, с 22 февраля, Сатурн тоже будет очень близко к Солнышкам стоять. И до какого числа? До 7 марта. Вот будет такое влияние на Сатурн. Экадыши в феврале будет 6 и 20 числа. Напоминаю, что в эти дни очень благоприятно делать разгрузочные дни. Пост такой соблюдает, да, избегать тяжелой пищи, мяса, любых интоксикаций. Вот я советую обычно в этот день делать разгрузочный день на овощах, на фруктах. Такое легкое питание. Так как в феврале это еще зимний месяц, то старайтесь кушать такое что-то запеченное, отварное, травяные чаи согревающие пить, добавлять имбирь, корицу. Поэтому постарайтесь делать регулярно разгрузочные дни в феврале. Это 6 и 20 февраля. Кету в Деве у нас, Раху в Рыбах. Эти планеты не меняют положение. Юпитер все еще в Овне. Аж в конце апреля будет менять положение. Об этом я ближе уже буду рассказывать. Никаких коридоров, затмений в феврале нет. Напоминаю, что у меня есть женский онлайн-клуб. Вы можете присоединиться. У нас там и фитнес, и йога, и разные интересные полезные рубрики. В том числе астрология тоже, разные спа-задания из чат-участниц. И в этом клубе я провожу регулярно разные марафоны, детоксы, бесплатные для участниц клуба. При покупке абонемента на 2 месяца вы можете третий получить в подарок. Вдруг что кто был в клубе, возвращайтесь, тренируйтесь, занимайтесь с собой. Скоро весна. А кто не в клубе, попробуйте. Вам будет очень полезно. Спасибо большое, что смотрели. Снова спонтанно. Второй раз выйду точно так же спонтанно. Подписывайтесь, если не подписаны. Буду рада обратной связи. Пишите комментарии. Делитесь этим видео, если вам было полезно. В знак благодарности мне будет очень-очень приятно.